Всем привет! Друзья, я сегодня приехала в Международный туристический центр Силк Роуд, Самарканд. Приехала я сюда по приглашению администрации центра. Будем обсуждать сегодня кое-какие проекты. Также хотелось бы пройтись по территории и сделать небольшой обзор. Постоянно мои зрители знают, что с некоторыми событиями в моей жизни давно не было видеороликов на канале YouTube. Сегодня, думаю, сниму что-нибудь интересное. Здесь находится здание Конгресс-центра, где проходил саммит ШОС. А мы сейчас идем непосредственно к набережной. Впереди, вот здесь можете видеть, это историко-этнографический парк «Вечный город». Мне нужно пройти на набережную, у меня там встреча. Так, вот здесь как раз тропинка. Сейчас пойдем вниз. Такая красота. Вот так по тропинке можно спуститься к водоему. Посмотрите, какая красивая вода. Вечером здесь вообще очень красиво, очень. Все горит в огнях, подсветка очень красивая. Вот этот молодой человек меня ожидает. У нас сейчас будут переговоры. Друзья, спустилась к набережной. Здесь вот такая красота. И вы можете видеть приближающуюся лодку. Это, по-моему, моторная лодка или же что это? Вот с туристами. Да, моторная лодка. Катаются ребята, молодежь. Вечером здесь очень красиво. На той стороне тоже можете видеть приближающаяся лодка. Катерок такой небольшой. Молодежь веселится. Снимают ролики. И чайки. Очень низко летают чайки. Самаркандцы знают, чем известен грибной канал. Что здесь часто проходят спортивные соревнования. По гребле на каное и байдарках. Как раз сейчас можно видеть, как две спортсменки грибут. Вот. Прямо рядом со мной. Очень хочется к ним присоединиться. Течение, конечно, такое. Молодцы. Девочки молодые. Занимаются спортом. Солнце садится. И такой приятный прохладный ветерок. Очень приятно прогуляться по набережной. Вечереет. Уже подключили подсветку. Хочу показать вам, как низко здесь летают чайки. Очень много гостей, молодежи. Все прогуливаются по набережной. А в такую жаркую летнюю погоду одно удовольствие находиться здесь. Смотрите, какая красота. И чайки. Очень низко-низко летают. Опа. Чайки тоже жарко. Окунается в воду. Охлаждается и снова выплывает. Не знаю, видно, нет? Но они так низко летают. Прям очень низко. Вот-вот. Вот одна чайка. Встретили гостей центра. А здесь прогуливаются по набережной. И как раз мы с моим другом Джахоном здесь рыбачили немножко. Да, вот это Джахон, мой друг. И к нам подошли туристы. Правда, я не владею английским. И мне немножко сложно общаться, к сожалению. А может, на немецком, Джахон? Нет. Нет? А, плохо? А как? Франция, Италия? Умко француз. Француз? Умко. И вы? Ну, хоть как-то объяснитесь. Сейчас, сейчас объясню. Я уже путаюсь. Трудно, да? Затрудняетесь? Да, я уже забываю, потому что у меня себя в голове. Вот, к сожалению, я тоже английский не особо. Они нас тоже не понимают. Немного неудачное общение у нас с вами. Англия? Англия? Уи? Лондон? Уи? Да, говорят. Дезюгтезуни? Университеты? Америка? Америка? А, USA. А они из США? США, да. США. Американцы, да. На английском тогда чисто. На английском тоже. Ну, штат не важно. Главное... Жалко, что не смогли пообщаться, да? И переводчика не оказал. Нужно английский учить. Да, нужно изучать языки. Самое главное английский. Ребята, это хлеб второй ваш будет. Очень жаль, что мы не смогли поговорить. А они хотели с нами пообщаться. Пообщаться? Да. Американцы хотели пообщаться. Ну, жалко, конечно. Ну, ничего. Будем исправлять свои познания иностранных языков? Да? Будем, будем. Да, так лучше. Надо стараться, да. Джахон, ну что, ловится рыбка? Есть. Есть? Да, вновь. Серьезно, поймали что-то? Да, вновь. На удилище сейчас смотрите его. Так. Сейчас ближе подойдет. А, вижу, да-да-да, тянет, тянет. Ага. Так, ну-ка. Так, 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 ну-ка, ну-ка. Достаем. Я вот так подойду ближе. Освещение, чтобы было видно. А почему вы так удерживаете? Рыба устает. Так, и... Видите, она как-то. Да, я вижу, что сильно перетянет. Ага. А если большая рыба, это все уже снасть оторвется. Или удилище поломается. Рыба травмируется. Ага. Так ее... Грамотно, медленно. А, потихоньку, да, будете вытягивать? Мы не спешим, она не спешит. Ну да, мы тоже никуда не спешим. А я вижу рыбу, вот она, вот, Джахон, вот рыба. Вот, все. Ух ты, классно. Вот, все, вижу, вижу, вижу. Вот наша рыбка. Бойкая. Бойкая. А почему вот сейчас задерживаете? Встанет. А, она должна уже сама, когда успокоится, да, потом будете вытягивать? Ну, дергать, или губа порвется, или даже говорю. Ага. Вот секреты рыболовства. А, мир, да? Часами ночью. Да ты что? А это еще маленько. Если попадется по метру, это часами стоять. Да, три часа. Руки дергаются потом. Друзья, вы все помните Амира. Амир, тоже участник моих предыдущих роликов. Сегодня он со мной здесь, в Силк Роуде. Вот, вот наша рыбка. Она крупная, да, Джахон крупная. Это же сазан у нас, да, я вижу сазан. Карп, да, что-то. Или сазан. Ой, так низко не спускайтесь. Нормально? Сазан, сазан. Вот таким, вот за таким адреналином рыбаки и ходят на рыбалку. То, что поймать, если не поймать, наслаждаться с этой рыбалкой. А еще вечером, да, и с такой красотой, с такой подсветкой. Это вообще, конечно. Я жду этот момент, когда ее вытяните. Уже идет все? Хотя бы какой-то бордюр или ограждение было бы, чтобы спуститься пониже. Ну, я не рискну. Здесь такой скат. Ну, давайте, Джахон, не томите. Да. А мы устанем ждать вас. Джахон, давайте, давайте. Мои зрители с нетерпением ждут. Ой, красавица. Ну, это вообще правильный процесс? Обычно так ловят рыбу, да? Все правильно происходит? С подсаком ее надо вытаскивать. А мы сейчас вручную сейчас будем. А когда мы? Вот наша рыбка. Вот так аккуратно, нежно. Смотрите, как все профессионально происходит. Видно, что человек увлекается этим делом много лет. Амир, тихонько. О, Джахон, давайте. Показывайте, что вы там поймали. Выходите сюда. Там еще клюет. Вот кто-то взрослый. Еще клюет. Сейчас, секунду. А что за рыба, Джахон? Это сазан у нас. Вот снимите там поклевку. А, вот это вот сигналы этой... А, клюет, да, на эту удочку? А вот этот сигнал именно сигнализирует о том, что поймали, да? СМС-ка нам пришла? Надо же. Хочу показать поближе своим подписчикам, какого мы поймали. Сазан же у нас это? Да, там клюет еще рыба. Джахон, это у нас сазан, да? Да, да, сазан. Вот он, красавица. Красавица. И сколько килограмм приблизительно? Душка есть. Он укройчный. Больше, да? Больше. Красивый. Сейчас быстренько. Мы... Давайте уже реагировать на вторую удочку. Сигнализирует нам. Там катушка на 500 метров. Что здесь, Джахон? Сазанчик маленький. Ой, давайте на свет, что ли, как-то его поближе. Маленький, да, совсем? Маленький малыш. Ага. Но это сазан же? Вот так на первом соревновании у меня сыграла роль маленькая рыба. И первое место взял. Да вы что? Ну да, она какой-то грамм добавила мне. Ага. Это было. Это вряд ли все. Это когда было давно? Ой! Это назад. А, две недели назад, да? Две недели назад. А вы ее отпускаете? Да, маленький. Так, у нас здесь сигнализирует о том, что на соседней удочке улов или что? Вот, вот, вот. Да? Вот она пищит, вот эта штука. Вот, вот, вот. О! Да? Это вот это, да, соседняя удочка? Да, вот это сейчас. Вот это проверим. Посмотрим. Что-то есть, что-то есть, Джахон. Ощущение, сколько на филуэц? Да. А не отбежит. Маленький. Тузик. Тузик? Ну, давайте посмотрим, что за тузик. Вот такая сегодня у меня интересная встреча. Рыбалка и встреча все вместе, в общем. Давайте. Давайте ближе посмотрим, что здесь у нас. Ну, тузик, не тузик, но на грамм 200 есть. С травой, да, с чем там? Водоросли. Водоросли. Так, сейчас. Ну, я думаю, Джахон надо было... Ой, нам надо было все в садок закинуть. Показать, какой у нас был улов. А потом, да, отпустили бы. А, малышка. Маленькая совсем. Классно. Джахон, я хочу, чтобы вы немного рассказали о вот этом своем устройстве. И как работают ваши удочки немножко. Если можно, конечно. Это не секрет, думаю, да? Нет, это не секрет. Каждый рыбак знает. Если идет поклевка... Так. Да, уже где какая, на каком удилище поклевка. Рыба попадается... Вообще горит огонек зеленого цвета. Да, зеленого цвета. Это уже... Это что значит? Ну, рыба подошла к вашей прикормке, насадке. Она пробует. Так. И если понравится, она может... Клюнуть. Да, и забрать. И у вас идет поклевка паровоз, как рыбаки называют паровоз. То есть зеленый цвет горит, да? Да, зеленый. А вот я еще видела здесь красный. Там по-разному, по-разному горят. У всех сигнализаторы разные. А тут, к примеру, есть красный. Так. Вот сейчас. Да, вот красным загорелся. А это что значит? Ну, это тоже то же самое. А, то есть индикаторы разного цвета, а принцип действия один и тот же. Да, пульт, если так, сигнализаторы. Если я пошел в палатку, на... Ну, отошли куда-то, да. Удочки прямо угла воды. Так. Здесь, может, более 100 метров. Видите, вот сейчас... Да, реагирует, слышу, да. И все, у меня поклевка. Я уже знаю, на каком удилище у меня идет поклевка. Я уже иду целенаправленно... А, именно к этой удочке. Все. Легко и просто. Друзья, посмотрите, какая красота. Рыбалка рыбалкой. А здесь такой фейерверк начался. Смотрите, какие огни, какие салюты. Какая красота. О, очень красивые салюты. Там идет концерт звезд узбекской эстрады. Я хотела, конечно, попасть туда, но так увлеклась рыбалкой. Ну, концерт оставила на следующий раз. Ничего. Я здесь часто бываю, еще не раз увижу концерт. Рыбалка интереснее. Салюты очень красивые. Не могла не заснять. Очень красиво. Друзья, время 23.30. А мы все так же рыбачим. Джахон, вы сейчас... Закинуете. Как? 50 метров. 50 метров. Заброс. Заброс на 50-60 метров? Ого. Так далеко? А, да, на самом деле. Где-то до середины канала, да? Ну, почти. Почти, да. Да. Концерты все закончились. Народу уже поменьше. Время позднее и поспокойнее. Может, теперь пойдет рыбка. Большая и малая. Джахон, мы вот с вами уже здесь не один час находимся на набережной. Хочу задать вам такой вопрос. Как давно занимаетесь рыбалкой? И откуда вообще у вас вот это такое пришло... Как сказать правильно? Даже не знаю. Ну... Увлекаюсь. Да, увлечение вот это ваше. Это и хобби, и отдых. Как это получился, так. Если не ошибаюсь, с 8-9 лет. И вот так же, как все же наши деды и прадеды, плавили на балках, на бамбуках. И вот так же постепенно, тихо-тихо, опыт растет. Ты сразу не сможешь научиться. И вот так же идет увлечение рыбалкой. И занимаешься с ним. После работы все надоело. Сел, уехал в машину, по рыбалку, отдохнул. Я же говорю уже. Ты должен с маленьких лет, должен вникать и интересоваться с увлечением таким рыболовством. У меня такой путь. Путь рыбака отдыхать. Релакс. У меня такой. Не знаю, как другие отдыхают. Это чисто мое мнение. Не буду говорить о других, кто как отдыхает. Я даже сыновей беру на рыбалку, учу. Нет, нет. Вот сейчас каникулы. Постараюсь, если выпуск у меня продлится, не продлится, посмотрим, успею, не успею. А так же вот с 8-9 лет я начал рыбачить. И вот так постепенно, постепенно. Это у вас очень большой стаж, значит, в рыболовстве. Да. Ну, это еще покойный отец водил меня на рыбалку. Он еще маленький. И вот так же у нас появился хоппит на рыбалку и отдыхать вот так же. Хорошие увлечения. Вот мы с вами здесь находимся уже порядка пяти часов. Это, да, на самом деле очень приятно. Сидишь на берегу канала. Прохладно. Ветерок приятный. Во-первых, такая красота вокруг. И когда есть результат вашей работы, это радует. Мы с вами сегодня уже сколько рыбы, да, поймали? Да. И радует. И как-то у рыбака, каждый рыбак знает, я говорил, свой адреналин, когда вываживание рыбы, если правильно сказать, вот этот самый лакомство у рыбака, это вываживание рыбы. Не в том дело поймал, ты ее съел. А в том дело, как ты ее поймал, как ты ее вываживал, как ты ее, то есть с воды. Какая рыба потом. Ты же интересуешься, как именно ночек клеет. Да, да. Как берет рыба. Монтажи там разные, там целая история. Да, тонкостей много, да, своих? И не о первых, и не о последних. В этом мире есть очень огромные профессионалы, которые у них, они знают от алфавита, от А до Я. Все тонкости и секреты рыболов. Мы профессионалы, но увлекаемся и вот так же рыбачим. И у вас это отлично получается, Джахон? Есть, как мы сказали... Я стала свидетелем сегодня, да. Видели, как поклевки были. Да, очень интересно. Правильно надо вываживать рыбу, а не как там... Если рыба на крючке, ты его должен тащить, как подъемный кран. Нет, рыба такая вещь... Пускай встанет, а потом ты ее спокойно берешь. Обманываешь, типа рыбу. А так ты быстро ее не вытащишь, или же травма рыбы получается. Да, да. А в этом... У нас такого нету, а в Европе наказывают. Уже к водоему допуска нету. В следующий раз мы уже в черном списке. Угу. Вот так. А у нас пока что... Пока черного списка нету. Есть черный список для браконьеров. Да, да. А у нас рыбалка, увлечение, хобби. У нас удочка. Вот так же мы отдыхаем, у нас релакс вот такой. Что может быть лучше, да, Джахон? Под пением чаек ночью на берегу Грибного канала в туристическом комплексе Silk Road Samarkand. Вот такая красота вокруг. Слышите, как поют чайки? Да, да. Мне кажется, ничего лучше быть не может, Джахон, да? Конечно. Пришел, отдохнул спокойно. Духая, видите, недавно было много людей, сейчас нету. Но спокойно сидишь, отдыхаешь. Есть вопросы, возникают, как, почему ты здесь ловишь. Да, мы с вами сегодня успели и концерт послушать, и фейерверк увидели, и чаек слушаем. Есть причина, почему мы здесь ловим. Потому что у нас, дай бог, вдох волоса, вдохло от нас и тушат. 18 число, это послезавтра, соревнования. И это, как сказать, если грубо говоря, как доказательство, что, не дай бог, никто ничего не поймает, что факт, что у нас есть улов, мы можем показать, что действительно рыба есть, ловится. Да, друзья, мы здесь с Джахоном находимся для контрольного улова, как бы предварительный улов. Мы проверяем, есть ли здесь рыба. Потому что 18 июня на территории международного туристического комплекса Silk Road Samarkand пройдут соревнования по рыболовству, где будут 30 участников. Примерно около 30 участников. И мы, Джахон тоже является участником этого соревнования. Меня тоже пригласили сюда, чтобы я осветила данное мероприятие. Вот так. Причина? Причина нашего ночного рыболовства вся. Это чтобы рыбакам, участникам турнира, чтобы показать, что рыба есть. Рыба есть на самом деле и ловится. У нас нет каких-то маленьких вопросов, больших вопросов. Недорожима никаких рыба есть. Дело будет в рыбаке. Как ты ловишь и на чём ты ловишь. Должен себя проявить. Джахон, а мы сейчас давайте покажем рыбу нашим зрителям. Вы её будете доставать? Да, давайте покажем её. И уже выпустим, наверное. Время позднее, потому что мне нужно возвращаться домой. А вы остаётесь уже дальше, да, ужин? О, о, о. Полчаса. Ещё будете рыбачить, да? Что-то она прям бойкая у вас такая совсем. Вот такая у нас рыба. Живая. Да, друзья, пришла пора отпустить нашу золотую рыбку. Да, Джахон? Да, отпустим её. Отпустим, не будем её долго мучить. Вот. Для всех наших участников соревнований. Она тоже позирует? А, она позирует, да. Хочу сказать, что рыба водится здесь и очень крупная. Так что приезжайте на соревнования, на рыбалку в качестве участников или зрителей, да? Зрителей можно. Да, можно. Участвует уже, наверное, всё, список закрыт. А, списки закрыты уже. И всем ни хвоста, ни чешуи ловите. Это вот это релакс называется. Да. А сейчас её отпускаем в свободное плавание? Да, отпускаем. Давайте, Джахон. Она воду. Тихонько. И прыгает сразу. О, поплала. Как красиво. Друзья, а на этом я буду заканчивать свой выпуск. Всем пока. И до следующих встреч. Продолжение ролика в следующей серии. Продолжение следует.